Всем привет! Смотрите как восстановить данные с виртуальной машины Кэму. Как установить гипервизор Кэму в операционной системе Windows и создать виртуальную машину с операционной системой Linux. Виртуализация – это наиболее доступный способ запустить на одном ПК вторую операционную систему без ее непосредственной установки на жесткий диск. Вместо этого вторая операционная система устанавливается на виртуальный диск, представленный специальным файлом-контейнером. Самые популярные гипервизоры – это VirtualBox EVM-Ware с мощным функционалом и наглядным графическим интерфейсом. Кэму – это бесплатная программа с открытым исходным кодом, предназначенная для эмуляции программного обеспечения и операционных систем. Данный инструмент использует аппаратную виртуализацию и имеет солидный список поддержки эмуляции архитектуры. Для установки нужно скачать дистрибутив Кэму для Windows, его можно найти на официальном сайте. Здесь представлены 32 и 64-битные редакции. Выбираем последнюю версию программы и скачиваем соответствующий файл. Устанавливаем программу. Все параметры оставляем по умолчанию, ничего менять не нужно. Жмем Next. В отличие от VirtualBox и подобных гипервизоров Кэму не имеет графического интерфейса, работа с ней ведется через командную строку. Скачиваем ИС образ операционной системы для установки виртуальной машины. Затем нужно добавить путь Кэму в переменные среды. Для этого открываем проводник и копируем путь к папке с программой. После жмем правой кнопкой мыши по этот компьютер и открываем свойства. Дополнительные параметры системы. Далее на вкладке дополнительно открываем переменные среды. Здесь в поле переменные среды пользователя жмем два раза по переменной путь под. А затем создать. И вставляем сюда ранее скопированный путь к папке Кэму. Жмем ОК. для сохранения изменений. И еще раз ОК, чтобы сохранить и выйти из настроек. Перед установкой нужно включить компонент Windows. Платформа низкоуровневой оболочки Windows. Иначе виртуальная машина может не запуститься. Также для ускорения виртуальной машины рекомендуется включить Hyper-V или ускоритель Huxm. Для этого открываем включение и отключение компонента Windows. Активируем данную платформу. Перечень команд и параметров для создания управления виртуальными машинами довольно большой. Для начала достаточно нескольких. Запускаем командную строку от имени администратора и приступаем к установке. Для начала создадим папку где будут храниться виртуальные машины. C кему. Затем переходим в эту папку в командной строке. Далее нужно создать виртуальный жесткий диск объемом около 15-20 гигабайт. Вводим такую команду. Где параметр F указывает формат файла. Далее идет его имя. И в конце указан объем. Далее вводим команду для создания виртуальной машины. Команда включает ее параметры. Архитектуру. Загрузочный диск. Объем оперативной памяти. Количество выделенных для машины процессоров. Путь к папке с программой. Видео. Аудио. Виртуальный диск. Путь к кислообразу. Время и настройки CD. После ввода команды запустится окно к ему. Начнется загрузка виртуальной машины и установка операционной системы. Далее проходим процесс установки операционной системы. В моем случае это Ubuntu. После установки и перезагрузки машина запустится с установленной операционной системы и будет готова к работе. Еще один способ создать виртуальную машину с помощью графического интерфейса QtEmo. Данная утилита с открытым исходным кодом для QEMU должна упростить процесс создания и управления виртуальной машиной. Переходим на официальный сайт программы. Затем по ссылке на GitLab и скачиваем установочный файл. Также не забудьте включить компонент Windows в платформу низкоуровневой оболочки Windows, если не был включен ранее. Иначе виртуальная машина может не запуститься. Для этого открываем включение или отключение компонента Windows. Активируем данную платформу. Запускаем инсталляцию программы. Указываем путь куда установить программу. После установки для удобства выносим ярлык программы на рабочий стол и создаем папку где будет храниться файл виртуальных машин. При первом запуске приложения нужно указать следующие параметры. В первой строке путь к папке с установленной каму. Во второй к файлу каму-имидж. И в следующей путь к папке где хранятся файлы виртуальных машин. Финиш. Для создания новой виртуальной машины нажмите машин New Machine. Укажите имя. Тип операционной системы. Выберите из списка версию и нажмите Next. На странице фильтра если не нужны определенные наборы микросхем материнской платы нажмите Next чтобы пропустить этот шаг. Далее нужно выбрать правильный тип процессора. Установить параметры графики, аудио и сети. Если выбрать неправильный процессор виртуальная машина может не запуститься. Затем нужно выбрать ускоритель машины. По умолчанию здесь установлен Huxm. Некоторые компьютера могут не поддерживать эту технологию. Рекомендуется снять отметку и установить TCG и нажать Next. Некоторые пользователи жалуются что при запуске виртуальной машины ничего не происходит. Причиной этого может быть Huxm. Чтобы убедиться что виртуальная машина может работать на большинстве ПК рекомендуется использовать TCG. Далее задайте объем виртуальной памяти для машины и создайте виртуальный диск. Указываем объем диска и тип. Затем финиш для завершения. Далее в окне программы кликаем правой кнопкой мыши по машине и открываем настройки Machine Settings. Открываем параметры загрузки и устанавливаем отметку напротив CD-ROM. Перемещаем ее вверх и включаем Boot Menu. Далее переходим на вкладку Media. Жмем по значку диска и указываем путь к ISO файлу образа операционной системы. А затем Save. Далее выбираем виртуальную машину и жмем по кнопке Start. После откроется окно Camel и начнется загрузка, а затем установка операционной системы. По завершению которого виртуальная машина будет готова к работе. Итак процесс установки Camel и процесс создания виртуальной машины мы рассмотрели. Но что же делать если по какой-то из причин вы потеряли доступ к виртуальной машине. Случайно удалили файлы машины или потеряли критически важные данные которые хранились на виртуальном диске. В таком случае воспользуйтесь программой для восстановления данных Hetman Partition Recovery, которая поддерживает восстановление данных с большинства файлов популярных гипервизоров. Программа поддерживает все популярные форматы файловых систем и поможет восстановить данные в случае удаления форматирования программных и аппаратных сбоев. В операционной системе Windows вам достаточно скачать и установить программу. Если вы используете другую операционную систему нужно извлечь диск и подключить его к ПК с операционной системой Windows. Если вам нужно восстановить файлы виртуальной машины подключите диск на котором хранились файлы виртуальных дисков и просканируйте его. Кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите открыть. Выберите тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. Если первый пункт недоступен перед запуском полного анализа нужно указать файловую систему диска и нажать далее. В моем случае доступно быстрое сканирование. Найдите папку где хранились файлы нужной виртуальной машины. Выделите файлы которые нужно вернуть и нажмите восстановить. Укажите путь куда сохранить файлы. Еще раз восстановить. Все файлы будут лежать по указанному пути. Если по какой то из причин загрузить виртуальную машину после восстановления не удалось или при запуске появляется ошибка не беда загрузите файл нашу программу и восстановите данные с ее помощью. Для этого откройте пункт меню сервис монтировать диск. Здесь есть два способа монтирования диска. RAW образ если нужно смонтировать обычные диски и виртуальные машины. Здесь вы можете видеть список файлов и программ которые поддерживает наша программа. Отметьте соответствующий тип образа. Укажите путь к папке с файлами виртуальных дисков и нажмите выбор папки. Программа подгрузит все файлы виртуальных машин находящиеся в данном каталоге. Если вам нужна конкретная снимите лишние отметки. Затем для запуска поиска данных кликните по диску правой кнопой мыши и выберите открыть. Далее выберите тип анализа. Для начала рекомендуется быстрое сканирование. Если программе не удалось найти нужных файлов запустите полный анализ. Как видите программа без труда нашла все файлы, которые остались на диске. Красным крестиком здесь отмечены те которые были удалены. Кликнув по файлу можно посмотреть его содержимое в окне предварительного просмотра. С помощью быстрого поиска вы сможете найти нужный файл по имени. Отметьте файлы которые нужно вернуть и нажмите восстановить. Укажите здесь куда сохранить файлы и нажмите сохранить. В заключении что можно сказать о гипервизоре Кемо. Сложно определить является ли он лучше или хуже VirtualBox или VMware. Он скорее всего является альтернативой виртуализации имеющей как свои плюсы так и минусы. Кемо менее удобен, требует знания документации и демонстрирует весьма небольшую производительность. Для ускорения работы Windows требуется установка и настройка диспетчера аппаратного ускорения Huxp. С другой стороны инструмент позволяет эмулировать работу устройств на базе разных архитектур, не поддерживаемых популярными гипервизорами. И в случае потери данных вы знаете какая программа может их вернуть. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.